сериальность добрый вечер это сериальность программа о сериалах нашей реальности и нашей реальности отраженной в сериалах я елена афанасьева и сегодня таким вот слишком снежным днем вечером мы решили поговорить о нашем кибер будущем кибер настоящим и поговорить с авторами сериала кибер деревня который стал достаточно интересным событием завтра да этот сериал мало того что он уже вышел на кинопоиски завтра он выходит на канале тнт правильно я говорю и соответственно этой неделе вы получили премию журнала snob как ну в общем там какое-то сложное название но это в номинации сериалы как лучший сериал сделано в россии сделано в россии как раз и получал отлично илья шутов продюсер здесь у нас и сергей чихачев он актер но как я понимаю не только актер потому что пока мы заходили сюда в студию он нам рассказывал что и со творчество во всех разных видах тоже я что придумал то и рассказал здравствуйте всем большой привет собственно это главный герой тот самый фермер да николай с марса сергей это же был ролик который стал вирусным расскажите вот предысторию как 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 вы как этот ролик возник как он стал вирусным как из этого потом уже вдруг сериал родился сергей васильев автор придумавши эту вселенную сначала когда была пандемия он сидел дома и занимался тем что придумал там рисовал компьютерную графику для для души он придумал какие-то какие-то штуки которые не были бы коммерческими и он придумал такой маленький ролик который там можно найти где это ролик 14 миллионов просмотров это на большом на нашем я вам расскажу предыстория еще маленький был маленький где он просто взял и поменял там снял на улице работающих у люка строителей в оранжевых робах и представил им голову роботов это был не ролик это был такой этюд он никуда особо не пошел ему это стало забавно и дальше возникла у него идея сделать вселенную с роботами как раз пока была пандемия все сидели по домам он придумал вот такую вот историю но и в том числе с коллегами если и шутовым из лёш фаминым который там сегодня сейчас отсутствует но тоже большая часть креативной этой вселенной с никита вражащим сценаристом короче была придумана такая история и когда он написал сценарий он мне его прислал мы были знакомы с с картины деструктор это короткометражка решили говорили игоря короткого она лежит на ютубе детское полчасовое такое смешное кино забавное и предложил предложил делать ну и все дальше мы поехали сделали этот ролик за свои деньги то есть мы сами себя возили кормили тот который 14 миллионов да сами себя возили кормили селили одевали и возили обратно костюм это собственно все такой вот стартап это был для василия это был стартап да абсолютно то есть творческий да мы снимали в рязанской области в селе кисьва город не далеко от города новомичуринской там мы себя вот поселили отсняли там два или три дня шли съемки вся группа умещалась три машин сна был там чек 8 наверное что такое и ну и все а потом это вы потом объясните во сколько обычно машин автобусов а это вот как как-то называется караван скулья состоит чтобы а то зрители не поймут почему три машины это мало три машины это мало все дальше ролик стал вирусным 14 миллионов как легко так третий раз и в ролик стал вирусным всегда бы так это случайно как обычно правда конечно было бы целеполагание мы знали какой-то рецепт успеха и им бы не знаю торговали бы там для себя или для всех еще раз напомню что сергей чехачёв он играет того самого фермера николая from russia на марсе правда это уже ромб рязань каунте а рязань каунте у нас тоже на на марсе да и здесь же илья шутов продюсер проекта кибердеревня я не успела напомнить номер думаю вы его наизусть знаете плюс 7 903 7 9 7 6 3 3 3 также у нас есть чат в ютюбе пожалуйста смотрели ли вы кибердеревню видели ли вы тот самый вирусный ролик который стал основой для сериала вообще что вы хотите сказать по поводу нашего кибер будущего пишите нам пожалуйста а как все-таки вы вообще возникло понятно представили головы роботов рабочим для этого потом стали придумывать то что роботы входят нашу жизнь это многие фантазируют но что это так связать с сельской глубинкой почему николай илья вы уже были на том этапе давайте илью да то есть вы вместе уже все делали да начиналось того что мы сергеем начали просто придумывали короткие шутки истории связанные про россию будущего то есть как она могла бы развиваться какие могли бы быть интересные и как бы новости были бы как выглядели бы новости как выглядели в этом передач например как выглядел бы в целом страна как она могла бы находясь на разных планетах в солнечной системе как все это существовало и в один момент сергей решил его пригласили съездить в эту деревню вот этот агрокомплекс и посмотреть что там есть интересного и он как раз поехал смотреть за этими фактурами съездил туда поснимал видео посмотрел как там они коровнички чистят как там у них козочки опасаться все это посмотрел посмотрел и потом пришел с идеей сказал давайте сделаем вот про персонажа вот такого фермера придумал такой фермера который будет жить сюда даже не было здесь что это будет на марсе просто фермер который живет в неком таком вот будущем может идея хорошо живет на марсе это родилась уже на этапе постпродакшена уже снимали рязань каунтри рязань каунти это совмещение несовместимого такой оксюмарон просто вот на стыке потому что одно невообразимо с другим у тебя есть русская деревня которая не меняется судя по тому что мы читаем урадищего там не знаю короленко столетиями и внезапно есть роботы и это совмещение несовместимого и фермер говорит на английском пытается говорить как может говорить как может про русский акцент мы промолчим но говорит по-английски явно это такой презентационный ролик этой деревни да да конечно потому что он зазывает своих подписчиков к себе в деревню и говорит приезжайте к нам и рады новым нашим сотрудникам новым друзьям приезжайте к нам а девочки дочки морщатся одна морщица которая а вторая не может слушать на самом деле этот жанр совмещение несовместимого этот видеоблог который ведет николай ле мужик да был рязанский рязань каунти он ничем не отличается от современных некоторых ютубных каналов где которые я например сам вполне себе там периодически вижу не знаю как лента их выбрасывает по какому принципу в посмотри-ка но наверное потому что вы снимали деревню вам подкидывают как-то если да то youtube очень глубоко за это ко мне в подкорку нет я не ищу это в прямо в поиске тем менее там человек например чистит снег на тракторе в где-то там не знаю условно в далекой области вот он просто у вас видос как он полтора часа чистит снег и ничего больше не происходит другой дядька ведет репортажи из тайги он в тайге у нее есть такая охотничья избушка что может делать в тайге ну смотрите топить печку до рассказывать там отгребать снег сегодня это актуально в москве отгребать снег от порога значит опять топить печку завариваете какой-нибудь чай есть какой-нибудь там что-нибудь есть возможно иногда охотиться но охотиться это редкость же и вот то есть такой знаете мидитативный так что у николая николай в этом не первопроходится медленная медленная тв это по моему слову тиви теперь называется когда вот медитативно что-то очень не торопясь происходит чужая жизнь очень хорошая штука приоткрытое окно в чужую жизнь да нам кстати пишет володя из ташкента здравствуйте просто хотелось бы сказать огромное спасибо создателям сериала и новая идея и юмор с восторгом смотрел и первый ролик и сейчас сериал спасибо вам большое володь спасибо а мне вот интересно значит вот вы на свои кровные сняли и думали ли вы что-то делать или вы думали ролик просто сделать такую смешную дурку вот для чего вы снимали не для чего абсолютно точно смешную дурку просто сделать это по фану потому что это вы просто для удовольствия то что этот крайне ну мне как актера был крайне забавный сценарий у вас там у меня была какая-то своя компания которая все производила или так мы или это просто друзья собрались собрались друзья но в целом вместе работали просто уже давно работали и мы занимались спецэффектами и это была такая длинная шутка мы придумали шутку и шутки вырос ролик из ролика вы выросли другие ролики потом из этого вырос сериал и как говорит наш сергей и эта шутка которая очень очень долго затянулась да да в силу того что у нас каждый второй сергей сергей имеется ввиду сергей дмитриевич васильев режиссер да не я говорить что говорит сергей режиссер значит слушайте это было шуткой до момента когда мы вышли там какого числа мы какого ходили 20 19 ноября у нас была премьера на ютубе да в конце ноября прошло позапрошло 2020 года самый первый ролик значит у нас его угнали этот ролик его кто-то взял из числа тех кто не должен был выкладывать они просто взяли и выложили его у себя и в срочном порядке мне позвонил сергей дмитриевич васильев режиссер сказал у него что веселый голос о чем бы он не говорил он говорил у нас угнали ролик мы поэтому сегодня срочно выкладываем свой там насколько я помню ли я не было да еще не было финально он не был готов там еще было над чем поковыряться а доказать авторство ютубу мы успели это вариант судов и каких-то разбирательств мы просто успели выложить но мы это вот васильев илья и творческая группа алексей фомин успели это выложить и переключить вот этот на себя просто вектор что у на оригинальный ролик это у нас дальше после того как пошел миллион за миллионом это и было такой стартовой площадкой для создания какой-то большей чем один ролик вселенной вот самое интересное это миллион за миллионом пошло я вот хочу представить себе вы выкладываете илья сергей а дальше как сколько дней разгонялась когда вы следили за этим счетчиком который начал крутить расскажите вот это ощущение человека у которого миллионы миллионы пошли у нас основные люди которые участвовали вот в этом выкладывание запуске это был конечно сергей васильев и алексей фомин вот я в этот момент сдавал другой проект и находился в полном вообще своем там мире а то есть вы выключили телефон и вас не коснулся сумасшедший дом не откоснулся почему у меня присылает и говорят смотри вот уже тут миллион а такой нифига себе потом такой смотри вот уже тут два миллиона потом а потом мы просто видели сергей только на разных телеканалах когда он комментирует когда он был на всяких интервью лен слушайте но это сумасшедший дом у меня за два раза за день высаживался телефон в ноль то есть это ощущение все знакомые все это это клевая штука и я очень рад что наша эта вселенная как-то и стартовала и состоялась но вообще-то дьявольские выматывает вот ну ты 24 часа отвечаешь на какие-то звонки сообщения на все это приятно просто это выматывает есть разные пути к выматывать мне показал тогда сын мой но вот его слушатели наши знают он тоже эту передачу со мной ведет и конечно это вот какое-то настроение вот это попадание в на на это коллективное бессознательно я так думаю плюс вот это думы о будущем и потому как-то очень трогательно к этим а вот только что был ролик когда робот доставщик застрял в снегу дня два или три назад как люди ему трогательно пытаются помочь а я знаю что у вас кинопоиск привез на первую силе на последнюю я только не помню на первую на первую да когда привезли по горького это было да парке горького были роботы эти доставщики яндексовские роботы их привезли в кино смотреть ваш сериал но это наше наше будущее да это наш настоящий уже послушайте у вас есть робот пылесос дома елена ну я с ним разговариваю очень хорошо конечно и вы даете ему имя небось как и машине у робота вокруг нас а в машине небось роботизированная коробка передач кстати такие но это давно уже есть а вот хотя мы все разговариваем у всех машина мальчик или машина девочка я могу все девочки может быть но многие разговаривают с техникой многие женщины разговаривают а мужчины я буду со своими машинами обычно если мы разговариваем с технике с техникой то это сначала 5 минут мат а потом фраза что-то не заводишься то есть тут у нас с другой разговор но тут женщины не сильно отстают знаете как у нас это просто роботы которыми пользуемся в быту вот вы и я и радиослушатели все-все-все это обычно ну машина к ним привыкли стиралка это тоже робот потому что загрузил туда грязный достал чистый она все делает сама как вашим помните еще было отдельно надо было закинуть барабан потом надо было полоскать руками потом закинуть сушилку а сейчас на всю самую сушилка этого я смотрю вы выросли в богатой семье сушилку помните такие с ручкой сушилку я это плохо сказал отжим отжим это была советская машина у нас не было никакого отжима дома у нас были валики так вот раз и ручкой крутишь и валики прокатывают вот илья моложе нас с вами он сидит и так вот везут и я помрет позже значит смотрите я вернусь к мысли роботы которые 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 нас окружают они у нас не вызывает никакого в принципе восхищение то что они для нас совершенно утилитарная такая штука мы пользуемся ими каждый божий день а роботы которые у нас в роликах и которые в сериале везде они так как-то наверное ярко отзываются в сердцах потому что они человекоподобные все у нас же все создания человекоподобны они все гуманоиды такие образные от инопланетян я вообще беру культуру всю мы всегда их отчеловечиваем у них так или иначе есть плюс-минус глаза плюс-минус рот там плюс-минус уши и где-то голова да мы любой даже мифология очеловечивала всех и богов и и странных существами но тавра и кого угодно так что нас трогают все что похоже на нас, людей, трогать все, что похоже на нас, людей. Евгения Мосякина нам пишет. Добрый вечер. Ролики в Ютьюбе видела только после того, как посмотрела первые пару серий сериала. Бесконечно влюблена во вселенную кибердеревни. Героя Сергея Николая. Героя Сергея Николая. Привет из Рязанской области. Спасибо большое, Евгений. Да, спасибо. И вам привет. Спасибо большое, что нас смотрите. Дорогие наши слушатели, а вы нам напишите, пользователь Ютьюба, а вы со своими роботами, пылесосами и другой техникой разговариваете. У них есть имена? Да, и укажите ваш пол. А, ну вот Сергей утверждает, что только женщины разговаривают. Напишите нам, как зовут-то ваших помощников по дому, и не только по дому, по хозяйству. Так, умка подала голос. Вот, и тогда только ли женщины называют своих своих друзей технически. Умка подала голос, потому что ей не понравился гендерный выпад. Извини, если ты посмотришь на меня, собака, извини, я это... Я так шучу, прости. Итак, вот миллионы накапливаются, миллионы накапливаются просмотров. И что происходит? Вам звонят продюсеры и говорят, сериал давайте делать, или вы дальше думаете, что с этим делать? Ну, нам поступали до предложения уже сделать сериал, но мы выступали с простым вопросом. Мы говорили просто, вы знаете, а мы не знаем, про что его делать. То есть вот эта смешная есть история, а дальше непонятно. У нас были другие тоже смешные истории, которые мы сразу стали под эту вселенную адаптировать, скажем, которые мы до этого писали, придумывали. Но вот так, чтобы написать сериал, это нельзя вот пойти вот так и написать сериал. Вот Умка согласна, нельзя просто пойти и написать. Поэтому мы... Сейчас она подаст свой голос. Ничего-ничего Илья рассказывает. Да, и мы решили заняться все-таки продолжением вот этих историй, коротких историй, на которых мы оттачивали, ну, дальше придумывали этот мир, его расширяли. И после этого мы как раз стали, мы сделали новогодний спешл, прям в очень короткие сроки, потому что Сергей пришел, сказал, давайте все-таки надо для нас, ну, как, тут уже появились фанаты. Извините, это то, что уже было, это не тот спешл, который вы... Второй выпуск. Да, я имею в виду, это не тот, что вы сейчас авансируете. Нет, это с 2020 на 2021 год. Да, и Сергей сказал, что мы сели, втроем обсудили и поняли, что нам нужно сделать новогодний спешл. По-быстрому был придуман сценарий, и буквально за две недели он был сделан. То есть мы поехали, сразу сняли, сделали графику, и все. Как-то у вас легко. Раз, два придумали, сняли, и графику так быстро сделали. Ну, это такая же это быстро, это просто куча-куча людей. Ну, как, наши друзья сидели днями-ночами, это все сделали, чтобы успеть сделать. Ну, понятно, понятно. Насколько я знаю, после выхода первого ролика, в течение буквально, там, не знаю, пар-тройки недель, все большие продюсеры так или иначе вышли на связь и разговаривали с творческой группой. Ну, со мной нет, я отвергаю. То есть вы думали над тем, что же за сериал должен быть. Не просто продаться какому-нибудь большому дяде-продюсеру, взять много денег, а вот что, да? Это взаимосвязная, прошу прощения, Леда, переводит. Это взаимосвязная история, потому что когда ты говоришь продюсеру, да, это первый твой звук, а вторым звуком ты должен ему дать идею, что мы делаем. Он обозначает, что он готов взять, дать деньги. А только потом сказать, сколько это стоит. Да, это дальше его уже ход. И в результате вот Валерий Федорович, Евгений Никишов предложили, взяли нас к себе, и большое им за это спасибо. Я их, это одни из немногих, я обычно продюсеров редко знаю, кто что делал, но я вот перевал Дятлова, они у нас были в гостях, мы их нежно любим, но вот сейчас хотели их пригласить, но они слишком далеко, у них не тот часовой поезд, поэтому... Ну, услышат так, большой, я не устаю, говорят, спасибо, чтобы они взяли нас. Илья, как родилась все-таки идея расширения этой вселенной, потому что мне как раз было интересно, как из маленького ролика, что вы придумаете, чтобы вот этот маленький ролик превратить все-таки... Сколько? Десять, да, сей? Десять? Да, сей. Десять, но по... По двадцать пять. По двадцать пять минут, да. Но там была еще другая идея, что мы вначале сделали другие ролики, то есть мы сделали ролик про... Кибермилицию. Кибермилиция у нас была, у нас больница была, у нас школа была. То есть вселенная расширялась. Да, и мы на ней как бы обкатывали различные направления, которые нам просто нравились. И в какой-то момент просто нам позвонил Кинопоиск, ну, очень так, они вышли на... Валерия Федоровича и Евгения Кишова, позвонили к ним, они уже позвонили нам, сколь парни, а не хотите сделать вот такой большой сериал? А мы как бы... Не знаем, хотим. Но мы такого никогда так не делали, не писали в такие сроки, короткие такие объемы. Они сказали, что мы вам, если что, поможем, как менторы, все. А до этого вы что, просто чтобы понимали наши слушатели, вы говорите, такие объемы не писали, а что до этого писали, снимали? Ну, мы писали короткие ролики, писали какие-то смешные истории, а так в целом мы все втроем... Большой сериал первый раз. Да, но мы так все втроем и вышли из графики. То есть мы занимались с первыми спецэффектами для кино и сериалов. То есть я этим занимаюсь уже практически 20 лет. Сергей был прекрасным арт-директором и работал на тех студиях, где я руководил арт-директором и вел со мной проекты. И Алексей Фомин тоже работал как супервайзер и вел со мной проекты. Например, тот же самый Перевал Дятлова или там Аванпост, который мы делали. А, то есть поэтому вы с Федоровичем и Никишовым? Да, мы вместе, да, мы как-то сработались. То есть другие дяди-продюсеры не имели шансов? Понятно. Ну, звонили, скажем, но наше сердечко было занято уже, поэтому... Второй ученики шоу был Ганди Кап. Понятно. У них была фора. Так и вы сели думать, как все-таки из коротких роликов сделать сериал? Ну, да, самый первый ролик это вообще обзорная штука. Это шутка, там нет сюжета, да. Мы смотрим в Кибердеревне на одну ее часть, на другую часть. Там нету... Знаете, он ни с чего не начинается и ни с чем не заканчивается, кроме привет майным из Николая и добро пожаловать к нам на Марс. Это не сюжет, это не... Еще же не Марс, вы говорите. Не история. Нет, тогда уже Марс. Уже Марс. Уже когда мы вышли, это был Марс. На стадии озвучки уже Марс. Да, понятно. Не-не-не, смотрите, Илья говорил, что Марс на идее задумки не было планеты. На идее реализации уже планета была. А, понятно. И Николай говорил по тексту, что он, в общем, приезжает к нам на Марс. Дальше, когда выходили вот эти короткие истории про кибербольницу, кибермузей, киберпоезд и так далее, там очень... Это тоже во многом видовые ролики, но там от ролика к ролику, мне кажется, появлялось все больше и больше истории. Если киберпоезд это скорее еще наблюдение, то какая-нибудь кибермилиция там в конце совершенно разрывается сердце от этой истории с собакой. Это уже законченная какая-то штука, да? Ты понимаешь, с чего она началась и чем закончилась. Но еще короткая, верно. А когда речь зашла о большом сериале, стало понятно, что всем, что вот эти 10 серий это, ну, 250 минут, это гигантское кино. Сравнивать с роликом. Там, а, нужна история, которая прям вот то, что называется аркой, да, чем-то начиналась и чем-то заканчивалась. И еще крючок на следующий сезон. Хорошо. Это отдельно, да, крючок на следующий. Персонажи должны проживать какую-то жизнь и меняться от начала к концу. Персонажей и линий должно быть дофига. Уже их не одна. У нас их уже три, да, основные линии. Это, собственно, линия Николая и Робогозина. Линия Зама. Линия Зама и его жены Галей. Всего же с ними связано. И линия семьи у нас была. Третья линия семьи, да. Вот как бы три линейки, которые... То есть, короче, там стало понятно, что на этом большом продакшне нужна другая работа. Нужны группы сценаристов, которые сидят, у них вайтборды, они прямо пишут, пишут, пишут и пишут. Огромный объем, огромная проработка. Сейчас давайте переведем на язык зрительский, с языка профессионального. Это авторская комната, где есть большие доски, где расписаны линии. Да. Примерно так. Сейчас это уже не делается прямо... Сейчас это в компьютере. В компьютере, да, больше всего делается. И как раз для этого у нас появился наш член, прекрасный друг, это Дима Невзоров, который как раз со своей сценарной командой. У нас, во-первых, есть наши друзья-сценаристы. Это, например, Гриша Скряпкин, который же играет нашего персонажа Барагозина. Он, скажем, сам себя придумал, сам себе и писал. Да, поэтому он сам себе написал малый текст. Обратите внимание, Григорий, так сказать. Ну, зато как вообще оторвался. Да, текста у него нету, он бегает и агукает только почти все серии. Да, мы сейчас... И Никита Вражище второй. Мы сейчас прервемся ненадолго. У нас... Мы узнаем, почему мы сегодня молодцы. А вот нам опять пишет Вал Булин, что кибердеревня это что? Сердечко, да, наверное? Спасибо большое. Вот. И вернемся через буквально минутку. Дорогие слушатели, говорим о сериале Кибердеревня. Илья Шутова, Сергей Чихачев, авторы и Сергей исполнитель главной роли здесь. Пишите нам, а также рассказывайте, как бы очеловечиваете ли ваших роботов вы, вашу технику и какого вы пола. Сергей настаивает, что это гендерное различие в этом. Давайте прервемся. Сериальность. Продолжаем, продолжаем сериальность. Говорим сегодня о прекрасном сериале Кибердеревня. Я бы даже сказала о вселенной этого сериала, потому что мы уже поговорили о том, как она началась с ролика в Ютьюбе, как прекрасные мои сегодняшние гости переживали вот эту свалившуюся на них миллионы просмотров и дошли уже до того, как превращается все это в сериал. У нас есть тоже на Ютьюбе, но у нас меньше пока, видите, просмотров, чем у вашего ролика. Может, привлечем ваших гостей. Есть на Ютьюбе чат, а также у нас есть, как всегда, наш номер 7903-797-6333. Пишите нам, смотрите ли вы Кибердеревню, нравится ли вам, что вы думаете, вообще роботизатор, как роботы с нами живут, сосуществуют, и очеловечиваете ли вы свою, свою домашнюю и недомашнюю технику. Итак, мы прервались на том, что ваш коллега писал для себя Барагозина, и о Гукол с удовольствием впал в детство. Это персонаж, который, если вы не видели, я надеюсь, не сильно я спойлерну, у вас там меняются роботы и человек. И у робота осознание взрослого, у нормального человека, а у большого начальника... А у взрослого осознание пылесоса, да. То есть, типа, годовалого ребенка. Барагозин превращается в Робагозина. Илья говорил о том, что у нас было две группы снаристов, вот одна из них, это Никита Вражищев и Гриша Скряткин, помимо Васильева Шутова Фомина, и вторая, которую возглавлял Дима Невзорова. Вот здесь мы остановились, да, Илья? А как вы делили, кто что пишет? Мы делили линии, линии персонажей делили, делили потом серии, потом, как бы мы поняли, у нас какие-то серии легко шли, прям легко шли, а некоторые серии тяжело шли. Например, серия, пятая серия с Сатурнским рынком, у нас это очень тяжело. Там сколько, 20 было вариантов? Да, там у нас, мы начинали вообще, что это был сначала Петербург фактически на астероидах, а потом это все превратилось в рынок на астероидах. И мы там как бы... И при этом мы делали эскизы под это все, чтобы сразу прощупывать, как это будет выглядеть. Потому что мы очень... Так как мы вышли из визуального восприятия, более чем из, скажем, словесно-текстового, мы сразу делаем эскизы, придумываем картинку, образ, что мы хотим увидеть, а потом под это начинаем уже придумывать сюжет. Это, скажем, такая наша фишка, потому что мы так просто уже думаем, мыслим за большое количество лет, мы мыслим все-таки более визуально уже, чем вот текстом. И вот наши ребята нам, как раз вот команда имени Взора очень нам сильно помогла, ну что помогла, фактически могла нам написать. Ну они не делали это, кстати, 20 драфтов, 20 подряд, 20 переписываний одной и той же серии. Сценарии не пишутся, а переписываются. Да, верно. 20 это, конечно. Два десятка. Это прям... Это очень много. Это обычно ломает сценаристов раньше, на меньшем количестве. И у них, верно, Илья, уайтборд был. Прямо в офисе он меня потряс. Прямо вот на... Огромная эта белая доска. Может, они там не сидели все время, но я когда приехал туда, я увидел там надписи, вот как бы, что такой персонаж, меня это убило. Я как человек, который поработал с сериалами в семь, я и романы теперь так пишу, у меня тоже доска есть, где я начинаю вот так вот переставлять все, мне кажется, что-то не так. И пишу, что раньше думали, что пишут вот так писатели, с пером, а современные писатели тоже. Я видела премьеру вашей первой серии на фестивале, новый сезон, да, это был. И, соответственно, со своими коллегами смотрела, и, конечно, совершенно... Ну, во-первых, вселенная уже немножечко была заявлена в роликах, а совершенно прекрасное впечатление на всех произвела вот эта вот жена Азама. Галя. Да, артистка Лена Махова. Да, но... А можно спойлерить или нет, я не знаю. Да можно, уже вышли в эфир. Которая оказывается не женой, как кажется, всю первую, вторую, там какую, не помню, первую или вторую серию, а оказывается... Как это компьютерная голограмма? Голограмма. Голограмма. Но только она жена все равно. Она жена. Все равно жена. Бывает, что жена оказывается кем-то еще. Голограмма. Да, вот так вот. А как кто... Откуда возникла голограмма-то жена? Из фильма «Бегущий полезует в 2049». Ну, это да, такой рефрен в ту сторону, но в целом это была идея просто, что есть... В нашем представлении «Жена, жена, жена» и мы хотели чем-то удивить зрителя, что все-таки они поняли, что что-то... И там шутка идет про детей, говорят, что это дети, вообще на них не хотел подписываться. Они даже на ней не похожи, что очень смешно, да? Их выключают. И как раз тогда родилась такая идея, что давайте сделаем ее необычное. А как можно необычно представить жену? Говорим, ну, коли мы представляем это все в цифровом виде, в цифровом мире, так пускай она будет цифровая, пускай она будет голограммой, которая у нее живет в кольце, причем у нее же бурчальное кольцо, из-за туда вызывается жена. И вот так-то она и появилась, так была она придумана. То есть сначала была прописана как персонаж, а потом мы внесли вот эту изюминку ей, что она голограмма. В современной жизни. Кого еще? Давайте расскажем, кто появился. Ну, Барагозин появился, да? Его не было в роликах. Нет. Барагозин был в ролике. Или он милкал. Про новости. Про новости. Ижефс Дайнэмикс там был, когда еще они с Николаем работают, но уже поссорились. Когда Барагозин уже возглавляет Ижефс Дайнэмикс, он уже чиновник, большой, вальяжный, толстый, а Николай работает кем-то вроде главного инженера, потому что он на производстве, он моложе выглядит, и они, видно, что они не разговаривают, а только обмениваются ненавиди... Один Барагозин старается не замечать друга детства, а Николай смотрит ненавидище, но там охрана и свита, и он не может подойти. Он появился. Из новых... Слушайте, впервые появилась вся семья в сборе. Я познакомился с своей женой, с женой Николая, замечательной артисткой Оли Живакина, артисткой малого театра. Я познакомился с ней впервые в какой-то первый съемочный день. До этого мы жили. Она у меня существовала только в этом, в летающем сетоне. У нас летающий кубик с женой. Две дочки, Людка и Маринка, замечательные девчонки, Рита Силаева и Влад Лукина, тоже познакомились там же, и они появились, их не было. Они упоминались, Людка, Людка, но мы никогда их не видели. Все остальные, все новые. И вот извините сразу вопрос, но вот эти вот фразы из-за Любови Голуби, на них надо права покупать? Сейчас же все как-то сложно, или это настолько в коллективном, бессознательном, что это не... Нет, это цитата. Да, это были цитаты. То есть у вас там только у него дроны вместо голубей, да? Да. Мы покупали права на... Там нам пришлось, как купить право, в новогоднем, старом, назовем его старом новогоднем ролике. Там была песня, если бы не было зимы, что-то в городах и селах. Но мы из этой песни взяли первые пять, скажется, слогов и пять нот. На следующий день отзвонили какие-то правообладатели, которые сказали пять слогов и пять нот. Вы знаете, это стоит... Лен, я считаю, что нет, это цитата даже, когда это и было бы и десять слогов и десять нот, цитаты. Мы не торгуем их песней, но пришлось заплатить. Да, ведь с музыкой у нас сложно. Переходим к музыке и через несколько минут опять вернемся. Три минуты у меня. Сериальность. Продолжаем программу Сериальность. Говорим сегодня о сериале, о вселенной кибердеревни. Говорим с людьми, которые эту вселенную придумали. Это Илья Шутов, продюсер, Сергей Чихачев, исполнитель главной роли того самого фермера Николая. Я также, я понимаю, тоже и соавтор, потому что, судьба всему, это какое-то коллективное такое детище у вас. У всех, да, все соавторы мы. Все соавторы. И художники по гриму, и по костюму, большая семья. Плюс 7903-797-6333. Вот тут вам пишет Илье привет из бывшей амальгамы. Антон передает. Да, Антону привет. Вот. Пишите нам, и также в Ютьюбе есть, как всегда, чат. Вы сказали, что вы шли от визуального. Как же эти рождались роботы эти? Чьи головы придумывались? Кто это все делал? Насколько это, насколько это ваше альтер-эго, скажем так? Ну, это, наверное, больше альтер-эго Сергея с Алексеем. Это как раз они это придумывали. И они, как раз Сергей, так как он, арт-директор, художник, он смог быстро набросать и придумать как раз их визуальный вид этих роботов. Алексей помогал это все воплощать, это все создавать, моделить, текстурить. И воплощать это, переводить из трехмерного мира в мир наш, скажем так, так, чтобы мы это могли все увидеть. И это вот они как раз вдвоем уже придумывали, разрабатывали. Визуальный стиль, скажем, проекта. Очень много возни было с Робогозиным, причем я это говорю не как вот с автор этой возни, а просто потому, что я это видел. куда переселился... Да, робот, да, куда переселился Робогозин. С которым вы, в общем, большую часть времени проводите в серии. Верно, который замечательно озвучил Сергей Бурунов, да, значит, с которым Николай и путешествует, пытаясь вернуть его в старое тело. Это я увидел, как и все впервые в фильме о фильме, который сейчас выложили на Кинопоиске, там рассказывают коллеги, как они искали вот этот образ. Слушай, там тоже было что-то два десятка итераций, пока не нашли, что вот будет вот такой Робогозин. Прекрасная наша художница Оля Масленникова, она села придумывать образ и рисовать. Сначала у нас наша другая художница Женя Жеребцова придумала один образ, который Сергею нравился. Потом мы все вместе посмотрели, посмотрел нашего Валера с Женей и сказали, что нет, ребят, этот образ надо еще доводить. Все-таки сделать так, чтобы он был прям запоминающимся. И мы сели, стали придумывать, вот там в пятером, шестером, стали придумывать именно другие образы. И мы сначала пошли референситься на актеров. Референситься это отличное слово. Ну, то есть, да, референситься, то есть смотреть, сейчас он объяснит, я тоже не знаю, что это. Но это референсы. Слово референс английского. И мы пошли референситься на актеров и мы взяли прекрасных актеров, стали перебирать большое количество, которые нам нравились и пришли к Брундукову, вот, потому что, который как раз образ Афоня, в котором... Это, да, советский актер. Борислав. Борислав Брундуков. И... Афоня, ты мне рубль дал. Так как я была с фамилией Афанасьевой, мне в детстве всегда это кричали. Да. И этот образ вот этого персонажа нам очень понравился и он как раз стал отображать вот того, именно того робота, который мы хотели получить. И дальше мы уже начали уже из человека, вот этого как актера, придумывать, как это мог бы выглядеть робот. И стали придумывать, придумывать, придумывать его. Потом в какой-то момент мы его придумали, именно как голова будет выглядеть, как будут работать эмоции. И в какой-то момент приходит Валер Женя, говорит, типа, что, о, все здорово, но пускай он будет низкого роста. Чтобы максимально сделать неудобно вот этому большому, напыщенному Барагозину, как такому вот... Царю, да, царю земли. Царю, да. И вдруг он в пупок дышит, да, Николаю? И вдруг, абсолютно точно, да. И вот как раз такая идея и была. Поэтому мы пришли к тому, что робот у нас стал маленьким. Отлично. Мы мутировали из C3PO в R2D2, еще не начав съемки таким образом. Ой, как вы сложно сказали. Как вам было с ним сниматься? То есть как это делалось? Он сразу весь компьютерный, либо были какие-то... Он вообще не компьютерный, это костюм. Это актер. Это актер. Три актера. Значит, смотрите, у нас было три артиста. Дмитрий, он отработал немного времени, контратек, Сергей Авдеев и Игорь Богомяков, замечательный. Значит, было три артиста. Они работали, подменяя друг друга последовательно, они надевали на себя костюм. Это маленькие артисты, они все... Карлики, карликовый дворфизм, это диагноз, они все, так сказать, с этим живут. И надо сказать, что они прям молодцы, очень мощно с этим справляются и, так сказать, полноценные, прямо полноценные, отличные ребята, полноценные как члены общества. Они надевали на себя костюм и в этом надевали на себя голову. Голова была сделана... Прямо надевали их. Мастерской Кречет. Мастерская Кречет сделала две головы. Это студия, которая делала костюмы для Веткомедиана, для Майора Грома. Они прям такие очень мастеровиты, очень талантливые. Большое им спасибо еще раз тоже за свидетельство в эфире. Прямо молодчики. Это очень талантливая, очень креативная работа. Они сделали две головы. Одна была с электроникой, у нее управлялись брови и управлялись глаза, вот эти камерки, которые, да, глазами он может водить и бровями он выражает эмоции. А вторая голова была точно такая же, но без электроники, она для трюков. Она для того, чтобы ее там залить водой, уронить в песок, куда-нибудь там подбросить на 3 метра вверх. И эту вторую голову, кстати, сперли, как я узнал. Вторая голова-то вообще пропала. То есть потом на акционе кто-то выставит. Да, я прошу вас смотреть на Авито, она всплывет там, рано или поздно, потому что человек, кто ее попер, он точно не выдержит. Срочно сообщите, пожалуйста, Сергею, он тех, кто... Я ее как минимум выкуплю, да, как минимум мы ее выкупим, как максимум мы их это привлечем. Короче, это была для ребят и для Дмитрия, и для Сергея, и для Игоря, это была тяжелейшая работа, потому что в этой голове, когда им холодно вдвойне, ты не можешь надеть ничего теплое туда. Это железная она. Она, и там и железо, и пластик, но ты не можешь, если тебе жарко, ты не можешь ее снять, да, с тебя течет пот. Кошмар. Если холодно, то ты практически не можешь утеплиться, туда влезает только очень тонкий подшлемник. А ребята проводили смены, там, 12-15-часовые. И это прям отяжелее всех было Игорю Богомяхку, потому что он исполнял все трюки робота. И вот это, когда робот летает на тросах, бьется поезд, куда-то падает, откуда его выбрасывают, это все Игорь, и он еще во всей этой голове и в костюме подвешивался на тросах подломат. Они, короче, большие молодцы, а Игорь Богомяхов особенно. А как глаза, вы говорите, глаза, брови, это актер шевелил? Не-не-не, рядом стоял режиссер Сергей Васильев и рядом стояли специалисты. Были какие-то пультики? Да, был пульт такой огромный один. Они управляли этим лицом, да? Верно, да, бровями и глазами. Сцена репетировалась, они понимали, на что реагировать. И когда мы играли, я играл то, что должен делать Николай. Артист, кто исполнял Робогозина, играл руками, ногами и поворотом головы, или праху там, телом, проходил, стоял, что-то садился, падал. Режиссер Васильев проговаривал текст робота, который впоследствии должен был Бурунов озвучить. Потому что из-за этой головы говорить было невозможно. Невозможно, невозможно. И при этом вот четвертый этот юнит, который управлял головой, они рулили мимикой. Так, считаем. Три актера, которые были внутри. Голос режиссера на площадке. Голос режиссера вместо голоса Бурунова, да. А потом, значит, управленец, вот этот вот как-то компьютерный. И еще Бурунов. Шесть человек. Бурунов потом уже на озвучке. Шесть человек были Робогозина. Единовременно, да. Не совсем. А потом еще гигантская команда Black Point. Это студия, которая делала графику. Это прекрасно. Где-то, наверное, человек семь или восемь сидели. Сделали огромнейшее количество. Потом заменяли шею на компьютерную. Добавляли под прекрасный Голос Бурунов. Я все хотела спросить, но вы сказали. Думаю, как же там же шея, как же голова-то. Оказывается, это все на компьютере. Это, да, часть заменяли на компьютере. Рот нарисованный. Рот рисовали. Это вот наш прекрасный Артем Ланцев придумал этот рот. Федя Терутсоян, наш художник, занимался его внедрением. И сидели ребята, композеры, дизайнеры. Сидели, делали этот рот, приделывали шею. Это все разрабатывали, делали. А руководился этим процессом Алексей Фомин. А сколько вот времени человека часов, скажем так, сколько человек, сколько времени делают. Вот можете вы привести там одну серию, например, или там столько-то минут. Вот это сейчас тяжело сказать. Это работало огромнейшее количество людей, наверное, вот в общем над всем проектом за все это время. Работало человек, ну, 120, может быть, 150. Это только по графике. А постпродакшн сколько занял времени по сравнению вот с сериалом, где... А, ну вы делаете всегда с компьютерной графикой. Мне вот интересно. Смотрите, цифры... Сколько занимает постпродакшн, занял вот этих 10, 250 минут, 10 серий по 25 минут? Год? Не-не-не, где-то с февраля. Такой чистый постпродакшн, где-то, ну, с февраля по конец сентября. Ну, да, это вы прямо стремительно сделали. Васильев говорил, а то я только перескажу слова режиссера. Смотрите, я могу, вот я тебе вообще цифры, которые он при мне называл. Да-да. У нас было порядка 6, примерно, 6 десятков съемочных смен, примерно, потому что это не точные танцы, может быть, их было там 55. Значит, мы начали, съемочный период шел с августа по... У нас первая смена была в сентябре. Это 22-го, да? Нет, у нас, по-моему, 1-2 сентября была первая смена. Конец августа. У меня все ходы записаны. В 22-м это вы снимали? В 22-м, да, в 22-м, да. Да, в 22-м мы начали. Конец августа, в августе мы начали. Досъемка была последняя в апрель-май 23-го. Но это не сплошной, это такими кусками, да, то есть были досъемочные периоды. Уже параллельно с... Как мне, опять же, я только перескажу это, если что, то Сергей Дмитриевич Васильев его слова, что в общей сложности количество человек, которые вообще работают над сериалом, это порядка 6-7 сотен, это всего, и съемки, и пост, и все-все-все, кто задействован. И, соответственно, почему я так пересказал тоже, я не придумал, за что купил, что как только отснимались кусочки, они сразу уходили в какую-то работу. Я не верен, что рисовалась сразу графика, но, возможно, делались, например, черновые монтажи, то есть, по сути, пост уже начинался. Да, делался черновой монтаж, и делался, начинался делался черновой звук, начинали делать такой черновый звук, подбирать звуки, и делались такой процесс под названием, во-первых, делались эскизы на сцены, то есть те, которые мы не до съемок эскизили, придумывали в целом мир, а придумывали именно на этапе съемок. То есть мы сняли, допустим, какую-то сцену, сняли какое-то направление под широкий кадр, и придумывали, что давайте тут дорисуем вот это вот, чтобы не терять время и не стараться с февраля, когда монтаж у нас более-менее будет в каком-то внятном виде. Конечно, это начиналось раньше. Но вот такой основной пост, что прям люди сели, начали работать, это где-то вот в феврале мы стартанули. Тогда я пытаюсь вычислить, явно, ну, не знаю, вы говорите, спойлерите, но не хочешь, но явно есть мощный крючок на второй сезон. О, да. Потому что в тело все-таки Барагозин в свое тело не вернулся, а попал, ну, вот не буду говорить, кто, наверное. Не говорите, да, оставим. Не буду говорить, кто, но, в общем, опять остался он Рабагозиным, да, а в теле этого вашего дорогого друга, который теперь ему играет сложнее роль, чем интеллект годовалого ребенка. Теперь Григорь Михайловичу придется больше текста учить, абсолютно точно, да. И еще какого. Верно. А с каким характером. Так вот, соответственно, я уже спросила у вас до того, как мы зашли в студию, спрошу здесь, повторю вопрос свой. То есть этот крючок не на новогодний спешл, который анонсирует Кинопоиск, а на второй сезон? Да, нас многие ругают, причем любя, ругают некоторые, а некоторые не любя, ругают за то, что это слишком, извиняюсь за слово в рот, клиффхенгерный клиффхенгер, что нельзя таким огромным крюком было заканчивать, потому что всем хочется узнать, что дальше. Ну, конечно, а вы бы... Так я хочу понять, через сколько с таким графиком производства, через сколько все-таки мы увидим продолжение. Сейчас мы ответим по очереди на об вопросах. Значит, я хочу от имени своего и, не знаю, режиссера принести извинения за то, что такой прям... Мне и самому хотелось, честно говоря, досмотреть, чем это закончится. Ну, не ждать, не ждать долго, а прямо узнать, ну, дальше-то, как они выпутаются все из тупика... А вам такой большой крючок. Который загнали. Вот, я поэтому приношу извинения. Да, придется подождать. Единственное, что могу сказать наше оправдание, что в «Игре престолов» еще более были страшные клиффхенгеры в конце сезона, и там ждать тоже было долго. Что касается сроков по новогоднему, Илья, там... Ну, новогодний, естественно, будет к Новому году. Да, новогодний тут по срокам понятно. Давайте вы сейчас расскажите про второй сезон, когда его ждать теперь. Второй сезон мы вот ждем, когда будет там подтверждение, нам скажут. А то есть вам еще не заказать? Ну, пока официального подтверждения нет у нас про второй сезон. Это кинопоиск должен быть. Мы сами грезим над идеей, что мы его начнем делать. И мы так по чуть-чуть уже начали придумывать. Не, ну, работа происходит, да. Комменты, когда вам подтвердят до выхода, уже раньше называлось в эфир, а теперь, ну, до того, как зритель сможет посмотреть. Это минимальный срок какой? Не меньше года, а то и больше. Ну, не меньше года, но тут история такая, что... Написать, снять и постпродакшен. Это зависит от того, что мы там напишем. Потому что мы можем там такое написать, что еще будем думать, как все это снять. Так это так и будет. Тогда, да, расскажите тогда все-таки про новогодний спешл, который у нас есть шанс увидеть уже все-таки в ближайшем месяце. Значит, будет отдельная история, которую зрители смогут увидеть прямо вот уже меньше, чем через месяц. Это отдельные полчаса, не связанные никак с сериалом. Отдельная история про Николая и про семью Николая. Действие этой истории происходит раньше, правильно, Илья, да, чем событие в сериале. Это приквел, да. Раньше на год. Вот в сериале мы знаем, что событие сериал 2100, а то, что вот сейчас у нас Новый год, это как раз... Это Новый год с 99 на 100. И еще Николай и семья как бы не вместе. Потому что в сериале тоже вместе, уже они физически живут, да, на Марсе, на ферме. Вот это еще они не вместе. Будет интересно. И тоже есть какая-то интрига. О, да, там это отдельная история. О, там такая интрига будет. Там ого-го. Интрига будет. Прям вы... Да, извините, что мы нагнетаем ожидания, но вы точно получите удовольствие. Простите. Сейчас мы уже опять прервемся на музыку. Точные даты пока кинопоиск не называют, когда выложат. Ну, 31, наверное. 30-31. Ну, не позднее, чем 31-й. Да, точно. Сейчас мы прервемся еще раз на музыку, потом вернемся буквально на последние минуты эфир. Говорим о кибердеревне. Если вы еще хотите что-то сказать авторам или задать вопрос, успейте за время музыки. Сериальность. День, которая разрастается, продолжается. За время музыки мы успели здесь обсудить, что огромный мировой рынок есть, что вот этот рунглиш, на котором, говорит Николай, привел большую аудиторию зарубежную. Огромный мировой рынок, теоретически, когда-нибудь есть. Который мечтает теперь, чтобы были хотя бы субтитры, чтобы узнать, что происходит в сериале. Узнали, что вот в ближайшее время у нас будет 30 минут, да, или сколько? Да, полчаса. Получасовка новогодняя. Посмотрим. Ой, извините, это у меня здесь что-то случилось. Случилось. Вот, и, соответственно, хотела, перед тем, как вы скажете, что за трек, у нас будет два слова буквально про музыку. И какой трек? Значит, сейчас будет трек группы Альбатрос. Это петрозаводские ребята, с которыми мы познакомились практически в самом начале создания Берчпанка и вот этой вот вселенной кибердеревни. Идею рунглиша, вот этого языка, о котором мы говорили в перерыве, ломаного английского, простого русского английского, на котором говорит Николай, I am the farmer from Risen County, это изначально идея, которую режиссер подсмотрел. У них подслушал, это их шутка, они так писали музыку. Значит, я не знаю их лично, мы не встречались, я с ними никогда не встречался, не общался, но оба трека, который там был, сначала клип на песню «Сердце», он лежит у нас на канале на YouTube, можете посмотреть или на сайте, или на канале Альбатроса. И «Плутонушка», трек, который мы сейчас услышим и который был в сериале, они, это не моя музыка, в смысле, я не слушаю никогда такое, но это в самую душу. Я оба раза сидел и оба раза покрывался, слушал и мурашками размером с, знаете, гусиное яйцо, как в присказке. Они невероятно заходят прямо в самое сердце. Большое им спасибо, что они с нами работают. Альбатрос, «Плутонушка», вот что будет. Вам все-таки придется объяснить Виттесу, что значит «клиффхенгерный клиффхенгер», спрашивает он. Клиффхенгер, да, извините, это такой термин, да, простите, извините. Смотрите, ведь клиффхенгер — это висящий, клифф — это утес, хенгер — это цепляция, это висящий на утесе. Когда мы оставляем в конце серии героя, который висит на утесе, и мы уходим на титры, непонятно, ну, его спасут или он сорвется. В переносном смысле это незаконченная история, которая оборвана на самом, на очень интересном и очень таком остром месте, и совершенно непонятно, как с этого утеса герои снимут. Вот, что такое «клиффхенгер». Это такой крючок для зрительского внимания, чтобы вы ждали второй сезон. Что, спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение ждем. Спасибо большое. А мы-то как ждем. Спасибо. Илья Шутов, Сергей Чихачев. Оставляем вас теперь с «Плутонушкой». А я Елена Афанасьева. Посмотрите хороший сериал «Поскресным вечером». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok